Всем привет, добро пожаловать на канал, меня зовут Алина Лайден. Это Ксюша, она приехала ко мне сюда, в метро Даляо, она уже знает, какой выход, уже наученная. Вот мы приехали, встретились, сейчас поедем. Куда? В Старбокс. Конечно, в Старбокс. Ксюша заказала карамельные пропучино, вот, а я, как всегда, матчем со льдом. У них к Рождеству здесь поменялись парточки на красные, менюшки тоже сделали красные, там такое классное настроение праздничное сразу. Сегодня все места заняты, но мы там к другим людям присоединились к Ксюше, потому что там есть розетка. Я вам пока покажу, какие здесь есть праздничные кружки новые. Создает настроение, игрушечки, такие красные, зеленые. И, конечно же, главные цвета у нас елочка. Также праздничные напитки я вам ставлю, да, какие они сейчас в Старбоксе. И тут тоже новые тамблеры появились, термосы. Это как елочные украшения выглядят. Такой мне понравился термос. А нет, это не термос, потому что стоит 480, умножается на 2 для рублей. Так дешево термосы стоить не могут. Просто стакан. Зонный напиток Peppermint Mokka. Печеньки, также Дженго от Старбокса есть. Прикол, они теперь еще игры выпускают. И здесь плюшевый, мне понравился такой меховой пакетик. Здесь также маршмеллоу есть и какао на подарок. Прикольно такое дарить. Но здесь вообще нет цены. Не знаю, насколько видно. Я сегодня надела новые линзы. Серо-голубые они. И сейчас у меня такой новый для меня цвет глаз. Интересный. Ютуб исключаю. А что ты вообще на ютуб сейчас загружаешь что-то? Ну, сдубай-то, что у меня есть. Осталось, получается? У Ксюши тоже свой ютуб-канал. И там и Тайвань, и Дубайск. И все подряд. Турция. Оказывается, эти штуки открываются. Это шкафчики, а не просто вывески. Просто как все продумано. Я вернула Ксюшу к метро. Сейчас думаю, что купить, покушать. Что-нибудь интересное я хочу. И заказала такаяки. Наболтались мы, конечно, наобщались на неделю вперед вообще. Когда есть крутые подруги, жизнь сразу в миллиард раз прикольнее становится. Когда есть что обсудить с понимающим тебя человеком, такой заряд сразу энергии. Ксюша, если ты это смотришь, я очень рада, что ты у меня есть, что ты вернулась в Тайвань. Ребята, снимаю на другой день. Я сейчас на рынке традиционном тайваньском немножко закупаюсь. Ой, народы здесь, конечно, в субботу. Прут-пруди. На рынке, конечно, еда дешевле, чем в супермаркетах. И все свежее гораздо. Ничего не замороженное, не перемороженное. Фруктики, овощи. Поэтому все так сюда спешат. Это для хот-фота разные вот штуки. Мясо, рыба. Я уже купила уточку, купила салаты. Сейчас приду, вам все покажу. Это моя утка любимая здесь на входе. Зажарочка. Вот мой скутер. Видите, как я кошерно припарковалась тут. Я прибежала домой, закинула рис в рисоварку. И сейчас вышла вносить мусор. С мусорными пакетами. Смотрите, все люди на меня смотрят, как только я начинаю говорить на русском. Кто-то отвернулся. В общем, жду мусоровозку. Ждем. Вот на звук приезжает. Машина. Желтенькая. Сейчас будем все выбрасывать. Итак, у меня здесь утка, курица. Под звуки рисоварки все вам это показываю. Лепешки. Кутки. Соус. Такой сладенький соус. Салаты. Корень лотоса. Водоросли какие-то. Я руки помыла, если что. Только что, как пришла. Огурцы битые обожаю. И тунец. Такие небольшие стейки. Вот на Тайване вся рыба очень свежая, вкусная и недорогая. Поэтому можно полезно питаться. Привет, ребята. Сейчас другой день. Я еду с работы, со школы. Самый солнцепек. 12 дня, как всегда. Отработала свою первую работу. Потом у меня вечером еще нужно будет в Бусибан поехать. Мы сегодня с детьми доделывали беера из бумаги. Складывали. В общем, у меня было три пизры. Один окружающий мир сегодня. Понедельники легкие. Мне больше нравится вести пизру. Это относительно легче, чем окружающий мир. На этой зере просто говоришь упражнения, какие делать. Дети делают и просто их контролируешь. Еще как подсказываешь, а на окружающем мире часто нужно постоянно что-то говорить и говорить. Но я уже перевожу себя на китайский. Вначале я говорила только на английском. Дождала, чтобы учителя помогли перевести. Сейчас я уже сама себе все перевожу. Как бы я забила на это все. Думала на попе. Буду говорить на двух языках. Никто меня не остановит. Никто меня не запретит. Заехала еще на фруктовый рынок. Возьму вот эти ананасы уже порезанные. Очень вкусные. 40 тайваньский долларов 80 рублей. Хотела еще взять бананы. Но они только желтые. Зеленых нет. Я не люблю желтые бананы. Привет, ребята. Сейчас другой день. Я поеду сейчас на маникюр. Мой лучок. Эти джинсы стали мне большие. Но я вот все равно их ношу. Очень нравится цвет у них. Вот выезжаю. После работы сегодня я поспала немножко. Днем отдохнула. И вот на вечерний маникюр поеду. Мои ногти прошлые вот так уже отросли. И один несчастный ноготь сломался. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, ногти я закончила по дороге домой. На своем районе купила хрустящие блинчики вот здесь с тунцом. Такой салат в блине. И с кокосом. С кокосом себе едим фонгу. Это следующий день. Долгожданная суббота. Вначале хочется показать вам ногти. Две руки сделала в одинаковом стиле. Это градиент такой. И даже ремешок на Apple Watch поменяла. Тоже с оранжевыми мотивами, чтобы все сочеталось. Когда снимаю, ставлю софтбокс. Второй софтбокс у меня почему-то отлетел. Я не могу его прикрутить. Буду ждать, чтобы мне демпункт помог. Поэтому пока этот поставила сюда. Покажу вам елку свою. Красоточку поставила. Уже с балкона принесла. Аж неделю назад. Еще в середине ноября. Merry Christmas. Вот такая она у меня розовая. Со снежинками. Это все шло в комплекте. Когда я покупала ее на шопе. Я просто собрала. Там еще есть и шарики, и бантики, и снежинки. Но я не хочу полностью ее украшать. Мне кажется, так достаточно. Смотрится очень нежно. И я обожаю этот уголок с телевизором. Безумно стильно. Еще я себе заказала подарочек для новогоднего настроения. Это Гарри Поттер. Философский камень на английском. Но это не простая книга. Она в твердой обложке. Шикарная. Все, как я и хотела. Внутри потрясающая бумага, картинки. И здесь еще разные вкладыши, которые можно крутить. Вообще, книга потрясающая. Атмосферная. Смотрите. Все на английском. Английский тут довольно-таки несложно, я бы сказала. В общем, если у вас даже не сильно высокий уровень, такое чтение вам подойдет. Смотрите, это письмо из Хогвартса. Как вам такое? Тут написано, что взять с собой в Хогвартс. Вот так это все открывается. И даже, видите, запятнана вот такая бумага, потому что все-таки в шторм это письмо пришло. Надо сложить обратно. Я вам покажу эти красочные страницы. Вот это, когда Гарри собирался в Хогвартс ехать. Тут банк Грингос. Все вот эти вот магазины. Просто посмотрите вот эту рисовку потрясающую. Стены иллюстрации здесь есть. Двигаются глаза. И за этим портретом еще вход в гостиную Хогвартса. Здесь раскладывается Хогвартс. Я как маленький ребенок, когда первый раз это все увидела. Тут еще была бумага везде вложена, чтобы не потрепались вот эти специальные странички. Я это все так раскрывала. Просто в полнейшем восторге. Видишь? Тут тоже интерактивная штучка. Это как большой зал. Та-дам! И он превращается в рождественский большой зал. Я не знала, что существуют вообще такие издания Гарри Поттера. Я напишу сайт, на котором я заказывала эту книгу. Вообще как называется эта книга? Она еще шла со скидкой. То есть я заплатила вообще немного. Вот как они играли в шахматы, так все раскладывается. Профессор Квирал. Та-дам! Просто на страницах разные вот конфетки, желейки. Насколько это все продумано и круто. Здесь много иллюстраций. Это вот они к Хагарду пришли. Я думаю, в этой серии, конечно же, не только философский камень есть. Но на сайте я пока только такой нашла. Вот если будет еще, я когда читаю, как перечитаю, это на английском буду продолжать заказывать. Но это просто, мне кажется, лучший подарочек себе в преддверии Рождества, Нового года, чтобы погрузиться в волшебную атмосферу и получить праздничное настроение. Ребята, я буду заканчивать этот влог. Ставьте лайк, если он вам понравился. Пишите комментарии. Не забывайте заходить в мой инстаграм. Ссылка в описании. И до скорых встреч. До новых видео. Пока.